Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому он поднялся, чтобы приветствовать Субтитры создавал DimaTorzok И все же преподносить его надо так, чтобы заинтересовать слушателей и дать им возможность понять его Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слугу Госвами, Слугу Госвами, все передавался Богу учить, нас послал Гавшу Падыру Госвами, которого получился на Баранах. И в той же главе будет описываться история явления Нарды. И также воплощение Господа, чтобы Бьясадева склониться к стопам Арадамуни и упроставлять Своих Учителя. И это очень удивительно, что Кришна неразрывно связан со Своими предами. Называется Сва-бхаттава-чхи-ката. Или Кришна-саматтава-вастра. Кришна неразрывно связан. То есть невозможно отделить Бога от Его преданта. Если мы посмотрим на любое изображение Кришны, здесь сверху, то сразу вы видите преданта, который находится рядом с Кришной. Даже когда Кришна изображен, казалось бы, один, когда нет рядом Гопу, Футоке. Он также окружен преданным. На круг Кришны находится также корова, которая является Его преданным. Павлины, которые тоже являются ваишнавами. Гирлянда на Кришне тоже является великой преданной. А Чарли описывает, что она возносит постоянно молитвы Кришны. Пчелы, которые окружают Кришны, великие преданы. Даже одежда сознает себя. Павлина, да, у них там все живое, все сотканное из Духа. Они все являются сознающими личностями. Они все прославляют Кришну. И очень интересный момент, что мы не сможем войти в трансцендентную реальность, если мы не научимся здесь общаться со всеми теми преданами и с огромным положением к ним относиться. Это очень важный момент. Потому что Кришна неразрывно связан с преданными. Как мы им приводили текст на прошлой лекции, что в сердце преданных Кришна Судунам, Хридаям, Махьям. Кришна говорит, что преданные постоянно думают обо мне. Я всегда думаю о них. Если мы причним беспокойство или страдание каким-то преданным, мы раним сердце Кришны, сердце Господа. Это очень удивительно. Когда Господь приходил сам в образе преданного, как Господь шличит Анимха Прабу, 500 лет назад всего, то удивительным просто проявлением его поведения являлись отношения с преданным. когда Господь Анимха Прабу находился в новодвиге, набирал роль семейного человека, роль домохозяина, то он на своем собственном примере показывал, как нужно служить к Богу. Говорится, что он встречал всех гостей, которые приходили к нему и буквально поклонялся им, обеспечивал всем необходимым. Читание Бхагавата описывает то, что эти гости получали пищу и подарки от трукси с самого Лакшмина Рая. Своим собственным примером Верховный Господь показывал, как служить в Веснаме. Когда Господь Анимха Прабу описывает Читание Бхагавата, он видел, что какие-то преданные несут одежду к Ганге для того, чтобы стирать. Он ворвал у них эту одежду, стирал ее, сушил и переносил им на мой уже сложный. По индийской традиции доби или прачка это очень низкое положение. Но Господь Шичит Анимха Прабу Всевышний сам хотел быть прачкой для своих преданных. Когда он видел, что какую-то преданность совершает намовение в Ганге, Господь Читание приносил ему тилы, чтобы преданным он поставил себе тилы. Он давал им сидение, на которое они могли сесть. Любое служение для своих преданных Господь Читания Махапрабу выполнялся радостью. Когда он видел, что преданы собирают цветы для поклонения, он помогал им это делать. Высший объект поклонения считает счастьем поклонения своим службам. Это удивительное качество самого Верху. Если сам Кришна так поклоняется своим преданным, как мы должны поклоняться Его службам, если мы хотим получить его милость. В Сочетании Махапрабу, В Сочетании Баггаты, говорит, это Матхиа 2.43-46. Я могу обрести преданность Кришне, говорит Господь Читание, только служа вам, произнося это, Господь хватался за лопу с высокой Вайшнавы. Саджавахи дутивахи, саджанахи хари, сандраме Вайшнавы гана, хата астили хари. Господь, Сочетание Махапрабу, не испытывал стыда, когда нес корзины с цветами и их одежды. Вайшнавы, однако, с почтением удерживали его руки для того, чтобы предотвратить эти поступки Господа. Вайшнавы гана, хай, хай, хари. Кики, хара, кики, хара, табу хари, Вайшнавы. Хотя Вайшнавы многократно просили его воздерживаться от таких действий, говоря, что ты делаешь? Господь Читание продолжал служить им. Это удивительно. качество Господа Читания. И Читание Бхагавата подводит итог. Господь Каурычандра учил каждого служить Вайшнаву своим собственным примером. В комментарии Бхатисинданта Сарасвати училища Бхаббата говорит, явив идеальный пример служения Вайшнавам, которые были его собственными преднами. Господь, Господь, Шри Читания Махапрабул, Джагат Гуру, Вселенной, наставляющий всех, преподал миру урок об особой важности служения им. Это удивительная иллюстрация, удивительный пример. когда Господь, когда Господь, приводит предных желаний, служит самому Господу Читании и служит друг другу. Если Господь, Шри Читания Махапрабул, видит предных настолько возвышенные, насколько мы должны медитировать на их возвышенное положение, насколько у нас самим должно быть сильное желание служить. Когда Господь, Шри Читания Махапрабул, принял саньясу и ушел в Джаганатхапури, когда предные приходили туда на сезон дождей для того, чтобы увидеть господь Шри Читания, они шли так же, чтобы принять участие вместе с Шри Читания Махапрабул в празднике Рафкаядры, то сам Господь Читания выходил из Джаганатхапури, место, которое известно, как Адхарл-Налла, это мост, который находится на границе бурьи. И сам лично он встречался в предных. Господь кланялся и надевал на них гирлянды из цветов и умощал их лоб сандаловой пастой. Когда предные видели, с какой любовью Господь Шри Читания относится к ним, их сердца буквально разрывались, плакая, вытекали сознание в экзотическую любви. И как они относились к Господу и другому. Это удивительный пример. После этого они... Сам Господь Читания Махапрабул каждый день интересовался, где они живут. Достаточно ли у них просада. Все ли у них хорошо. каждый день. Это то, чем занимался Господь Читания. Царь Протопоруде. Удивительная личность. Он был сыном тоже великого и снау. Его царь Пуршонтумадев. Он был великим преддом Господу Кудрилеоната. Он также подметал перед колесницей Господа Вселенной. Однажды описывается историей, что он, когда он хотел жениться на дочери царя Канчи. Начал сэрт-гаят, и он сказал, простите, но я должен уехать. И он уехал из Канчи, уехал джернат. И пригласил царя Канчи. Царь Канчи не мог поехать, но послал министра. Когда министр увидел царя Пурей, который взял в руки метлу, пусть даже золотую, и стал подметать перед колесницей, то все оборвалось. Это было неслыханно. Потому что подметальщик улицы называли Банги. Банги это буквально тот, кто убирает испражнения. В то время не было канализации. Люди утром побегали чтобы справиться по естественному нужду. Были большие ямы куда все собиралось. И целый день они набирали эти испражнения в особые кувшины и на своей собственной голове вытаскивали это все за пределы города. Это были Банги. Это те, кто подметал улицы. Самая низкая вообще каста, которая существует. И тут царь. В те времена неслыханно было, что царь, то есть Шуркшат речь такого уровня взял в руки метлу. Подумал, что это нечто. Может быть, он что-то, может быть, он какой-то нескорожденный тайком. Раз у него такие склонности во что-то не то. Так опозориться. Нет, для царя такое положение не заняться. И он в шоке уехал праздник и сказал, слушай, похоже, тебе не нужно этот брак заключать. Потому что какой-то низкорожденный и царь Канчи написал письмо. Спасибо, конечно, ты, как человек, хороший, но подметальщик улиц я свою дочь выдавать не собираюсь. и прушотом анджаном царем. Пушотом дед, он был вне просто. Он не меня оскорбил, он джаганатха оскорбил. Потому что он считает, что служение Господу Вселенной это какая-то непонятно, какая деятельность. Все хорошо. И тогда он решил выразить протест, как это делают в шахаре. Каким образом они делают? На заграницах. Да, сикер-башкап. Он собрал огромную армию с этой армии на слонах с боевой конницы она отправилась туда. У него был гаджапати. Была армия с слоном на него. И это очень могущественное. Танки заменяли. Слоны. представляете, многотомное животное, которое отвешено еще броней. И оно идет и убивает всех на пути. Просто слона так не его очень сложно убить. Слоны очень быстро бегали. Они протыкали всех своими бильнями. Я видел короткую видеозапись недавно, что слон творил. Как он с машинами обходился. В той дороге видно с ума сошел, как или начин. Он все эти моторикши индийские повыкидывал и потоптал все машины. Повышвыривал. Я даже не ожидал, что слоны настолько сильные. Именно слоны в Индии разбили армию Македонского. пришел сражаться с индусами. Он не ожидал, что его ждет тропические болезни и армия слонов. И все, он разбитый убежал оттуда. Я пришел с мощной армией, да и в армии была разбита. Чудом скорсткой уцелевших воинов он вернулся назад, сбежав поражения. Он сказал, пришел в Жаганатху молиться. Он был протест. Господи, ну почему ты все так устроил? Ты же за всем стоишь, в конце концов. Правильно? Какой-то там непонятно кто меня разбил. Притом я шел не ради себя туда сражаться. Ради твоей славы, чтобы твою честь защитить. Он вы преданных называет подметальщиками улиц. в банк. Какой смысл мне жить? Ты не помолкни сейчас. И тут Господь Джаганатх с ним заговорил. А ты мое благословение получил? Я пойду, я победю всех. Вот, да. Чем больше я боюсь, больше я посплю. Чем больше я посплю, тем куда я сильнее и всех победю. Правильно? Ты не спросил меня благословения. Без милости Господа самые простые вещи становятся самыми сложными. По милости Господа самые сложные вещи становятся самыми простыми. статусом. я тобой доволен. Ты мой приобрет дай. Поэтому собери армию, собери всех, кто есть, новая армия, и иди сражаться. Я сам пойду и сражаться на твоей стороне сражаться на твоей стороне. И он сделал клич. Старики знаете, с палок с глюшками. Дети с карачитными ножами. Все пошли сражаться. Потому что все... Я только услышал, что Джиганат пойдет сам. Представляете, что это за армия была? Ехал Махараш Парышотов. Он ехал на слоне горстку воинов и еще такая армия. Он в ужасе он думал. Конечно, всех поубиваются сейчас. А на другой стороне, представляете, обученные воины стоящие, вооруженные за зубом. Они слонов разбили. А что ж, зачем идет речь-то сейчас? Он может представить, как он переживал, что сейчас из него столько погибших невинных людей. Я ему говорю, Господи, если ты на нашей стороне как-то проявись. Тут какая-то женщина подошла к нему торговка и сказал, что он эй, царь, стой, стой. Он неслыкнул, остановился и сказал, что тебе нужно. Я тут стою, торгую молоком, пахтой, и твои слуги проезжали впереди и выпили у меня сорок стаканов моей пахты, поэтому ты должен расплатиться. я говорю, деньги давайте, они говорят, у нас денег нету, царь там сзади едет и расплатится. Царь посмутился, кто это из его слух так нагрел, что, знаете, решил гулять за его еще. кто такие? И она говорит, они еще дали мне перец не особый и сказали, что ты все поймешь. Вот этот перец, был особый перец, который одевают на день рождения Господа Джиганат. Очень дорогой драгоценный перец. он увидел и он был в шоке, он был в полном кстати сокровищице Господа Джиганат. Он сказал, как они выглядят? Она сказала, один такой был темный, очень-очень красивый, глаза такие большие, как лотосы, павлиний перо у него все было в волосах, вооруженный до зубов. Сидел на черном коне, другой был на белом коне сидел, такой белого цвета, тоже очень красивый и вооруженный до зубов. Царь был в экстазе, он подарил целую деревню в Санкт-Петербурге, подарили. Они пошли туда, он разбил пуг и прах этого царя окончен, забрал у него дочь и забрал Ганешу, божество Ганеша, которое там было, потом забрал божество Ранфиканты, которые сейчас находятся в Гамбхире, поместье, где он поклонялся в Акреш, в Аарапандите, а потом его ученик. И все это торфей увез в пули к этой дочке, которую звали Падмавати, вызвал свой министр сынов. Она не хотела выходить за подметальщик улиц, поэтому отдай ее за подметальщик улиц. И дочка была в шоке, представляете, я еще с какого-то, это сейчас какого-то подметальщика и отдадут, это было все, это убийство. Она заплакала и я. министр был очень разумным, подумал, оставайся меня дома, сказал ей, будешь жить здесь, до будущей Радхаятры. Целый год она там находилась, у него дома, заботился о ней и своей дочери. Когда началась следующая Радхаятра, царь снова взял метру, вот тут появился министр с этой девушкой, подошел к нему и сказал, мне сказали, чтоб я выдал ее заподметать улиц, люди, я тут посмотрел и не нашел более подходящего, чем нашего царя. Поэтому я вручаю ее нашему царю. и царь ее принял, именно их сыном был Махараш Тартапарудра. Махараш Тартапарудра был необычайной личностью. На самом деле, когда он пришел к Джаганат-Капуре после похода, и он узнал о Господе читания, он пришел к своему учителю, Сарабауму на качаре, спросил его, я слышал, что великая личность приходила сюда, великий святой, не мог бы мне что-то о нем рассказать. И Сарабаум подачаре сказал что да, он был здесь, но он ушел, нашел к поломничеству. Почему ты не упал к его стопам, почему ты не уговорил его остаться? Я пытался, я искренне пытался, делал все, чтобы он здесь остался. Почему ты не умолил его? И тут Сарабауму его прорвало. Да потому что он верховный господь, независимый. Все, что он хочет делать, все это произойдет. Кто я такой, чтобы его остановить? И когда Махараш это услышал, он сказал, если ты говоришь, что это верховный господь, никаких сомнений нет, я принимаю верховную вичность духовного. Слава прабатор в комментарии говорит, что именно так мы должны служить духовному учителю. Все, что говорит духовный учитель, нужно принимать. Когда впоследствии пришел господь Чайтанимахапрабу Джиганатхапури и находясь на крыше своего дворца, господь Чайтанимахапрабу, вернее, царь Партапарута увидел преданных, которые пришли в бурь. Он был потрясен. Сначала первый Даршин, Господа Чайтанимахапрабу, личный Даршин, он получил, находясь в храме Господа Джиганатхапури. И он из-за колонны наблюдал за Господом Чайтанимахапрабу, слышал Господь Чайтанимахапрабу, увидел Господа Джиганатхапу, то слезы просто потоком, как ганга и емуну, стали вырываться у него из глаз. Он стал говорить Джаджаджага, даже имя Господа Джиганатхапури не мог выговорить. Пришел такой экстаз, аштасанди кавикараси, признаки экстаза проявились на его теле. Упал на землю и стал кататься по полу храма Джаганатх. У него пено стало вырываться из-за рта, он был весь мокрый от слез, и все тело стало грязным от пыли, которая была там, весь выносился. И Махараши Парадапарудра как-то не по себе ему стал. Потом как-то может быть он больной, может быть эпилепсия, почему все думают, что он такой святой, и как-то ему небеседесно. И ночью, когда он перешел, когда он заснул спать, у царя пули особое отношение с господом Джаганатхом, вдруг он во сне увидел господа Джаганатх. И он пошел навстречу как-то, чтобы поклониться я как-то обнять Джаганатху. Но Господь сказал, не прикасайте ко мне. Иначе ты осквернишься. Ты же у нас такой чистый, ты уже у нас такой благородный, такой прям ээээ. А я, видишь, я весь грязный. Вдруг он увидел, что Господь Джаганатху весь покрыт пылью, грязью храма и он весь в слезах. И вдруг он увидел, что вдруг Джаганатха превратился к Господу Читанимаха. И тут сердце царя изменилось, он понял. Господь Читанимаха прагу это сам Джаганат. Что он совершил огромное оскорбление в своем мире. Он просто не понял. Он просто слишком привязан к этим внешним своей декасте, перегированному положению. И с этого момента у него сердце стало легким. Он очень сильно расстраивался, он очень хотел получить даршину Господа. Читание. Однажды он увидел удивительную кирту, преданных которые сияли и киртана которые они пели было душевно сдирающей. Его сердце он видел он обратился к своему духовному учительу. Он спросил кто это за преданных что это за люди такие. Я видел много групп Харинам в своей жизни. Потому что Джаганат Куле это место поломочек известное по всей имени. Много групп киртана туда приходило много великих святых йогов. Я никого подобных не видел чтобы так они пели чтобы они так танцевали чтобы из них такие экстатические эмоции не проявляли такую любовь к Богу кто это такие. И улыбнувшись Рабам Батачар сказал преданные слуги господочитания Махаврабу и то что ты видишь красовый вид киртана это прямо киртан это киртан из полной глубочайшей прямой любви к Богу видишь эту лисницу бородой это очарие всех вайшнамов это это отбей очарие видишь эту сияющую лисницу светлого цвета который проявляет высотящие эстетические эмоции которому поклоняются все преданные падая к его сновам атака спутник хана стал прославлять всех этих байшнамов рассказывая о них и царь Братопород был поражен подобно громко и он очень хотел получить дашь всех этих преданных иначе и был представлен и он собрал быть создав всех хорьстов и он молил их пожалуйста позвольте мне получить милость шри читанием хапрабу я хочу получить его общение но когда сварупа дам госпами услышал это будет очень трудно господь читанием хапраба очень серьезно относится к своим обетам саньяси саньяси человек отрекся отрекся от мира общаться с людьми привязанными удовлетворениями чувств которым обычно являются цари это смертный грех поэтому очень мало вероятности сварупа дам дар госпами потом саруба бадачарья раманан драя не все проситы господа читания так или иначе чтобы он встретился с царем они очень навязчиво это делали очень так настоятельно это великий это не просто царь он великий преданный твой преданный он с огромной любовью относится к вайшнавам господь читания сказал нет в конце концов он сказал если хотя бы один раз вы еще упомянете это я уйду и поселюсь в в окрестности возле храма аль-варанат варанат вы меня больше не увидите все ужасно испугались что никто из них не хотел потерять господа читания махат но они стали думать а что же нет но царь это господь читания махат порву снилось и сказал дайте ему мою одежду царь получил одежду самого господа читания он стал поклоняться к одежде он считал ее неотличной господом читания положил на алтарь он кланялся проводил пуджу молился к одежде и тадийным самаршинам поклонение тому что связано с верховным господом в глазах господа это еще более дорого чем уклонение ему непосредственно глубокое смирение за всем и предные стали думать что же делать и они договорились с господом читания махапрабу что он увидится с сыном царя прадапаруда которого звали пуршотом аджан они подвели этого сына когда господь читания махапрабу увидел сына этот мальчик был очень красивый он был смутулокожий были огромные красивые глаза и всем своим видом он напоминал кришну господа читания и господь читания сказал ты очень удачлив ты напомнил мне о Кришне он стал поднимать этого мальчика садил его на колени этот мальчик просто в объятии господа читания он обрел красочайшую любовь к Богу он был бесконечно счастлив он там всю милость господа читания получается что сын является проявлением отца и таким образом махарашпатра парудра через своего сына получил объятие господа читания когда он видел сына который столько милости получил от махарахпу он понимал его косвенно внимая господа читания махарахпу понимала унес не благодаря Но его решимость получить милость Господа Читания только возросла. Его жажда получить общение с Господом Читания было настолько сильным, что он подумал, что если мое царство и положение царя мешают мне получить милость Господа Читания, я отрекусь от этого царства, я стану нищим, попрошайкой на улице, но я получу милость Господа Читания. Какой смысл в этом царстве, в этом положении, в этом богатстве и всем остальном. И если я лишен милости самого великодушного властья Гриста, самые падшие демоны, грешники, получили милость Господа Читания, кроме несчастного царя, правдопорудования. Можете представить, какие эмоции он переживал в сердце, в сердце разрывалось. И видя его решимость в айшнавы, были в экстазе, сарабама тачаря ответил, не беспокойся. Идет время, и ты получишь милость Господа Читания не обещать. Когда Господь Читания Махапрабу решил отправиться в Абриндау, все преданные сказали, Господь, мы пойдем с тобой. Из Господь Читания шли тысячи людей, сотни тысяч. Все люди, которые видели по дороге просто Господа Читания Махапрабу, как они видели его непостижимой красоты, облик, они забывали вообще обо всем. В глаза Господа Читания казалось, что такие огромные, что они достигают души, они были подобны огромным лепесткам лотоса, и его прекрасный нос напоминал свежий цветок сезам, губы подобны были цвета стелы, мишки, а зубы напоминали прекрасный ряд жемчуг. Каждая часть тела Господа Читания было воплощением красоты, его тело казалось, было большим таким слитком золота, света, сиящего солнца, у него было множество прекрасных одежд, он был одет в прекрасный гирлянд, он был одет в шафранную одежду саньясин, он с огромной любовью смотрел на всех людей, иногда он по дороге плакал, охваченной любовью кришне, люди за десятки километров слышали этот плач, их сердце влекло подобно магниту, они бежали туда, когда они видели Господа Читания, они цепенели, они не могли оторвать от нем свои глаза, всех тех людей, которые встречались по дороге, он призвал петь «Ареи Кришна, Ареи Кришна, 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 Ареи Кришна, Ареи Рама, Ареи Рама, 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 Ареи Раи». Он обнимал их, наполнял их эстетической любовью к Богу, эти люди, они забывали вообще обо всем, куда они шли, чем они занимались, они бежали за Господом, что они там. И когда Царя Парта Парудра узнала об этом путешествии, он вызвал к себе своих министров и сказал «Идите и сделайте все, чтобы Господь и все преданные, которые отправляются во Влиндаван, они были обеспечены всем. Вся моя казна, она в вашем распоряжении. Все это имеет смысл только, если это может служить Верховному Господу». И впереди всего этого паломничества скакали эти министры, там, со свитой, с окружением своим, бежали впереди, и они организовывали там огромные пиры прямо по дороге, когда они приходили к кое-то село, там уже ждал пир на много тысяч человек, садитесь, они кушали, шли дальше. Когда они приходили к переправе, там был уже сотни царских клонок, которые перевозили всех этих паломников на дорогой берег. Когда они приходили еще 5 или 10 километров, там уже новые пиры ждали. Так, Царь Парта Парудра служил пред. В тот самый момент Господь Итанин про убитие все это, понимая, кто за всем этим стоит. Так же решилось, что он даст всю свою билосицу к Рожану Парта Парудре. Так же, когда прятные пришли к царю Парта Парудре и сказали, «Господь Итанин Махапрабу очень хочет, чтобы рядом с ним, в Мурии, находился Романанда Рай, который является губернатором твоей границы. Можешь ли ты освободить его от этой обязанности и позвольте ему быть рядом с чеками?» Он сказал, «Конечно!» «Я не только с радостью это сделаю и помогу ему находиться рядом с Господом читанием, я ему еще дам пенсию из царской казны, которая будет получать догонат все время здесь, я полностью позабочусь». В этот момент Господь Итанин снова решилась, что он даст ему всю свою милость. И потом начался рахаят. И Господь Итанин Махапрабу пришел танцевать перед колесницей. Царь Парага Парудре приказал особо роскошно украсить колесницей Господа. «Триста чима» — это опахал из хвоста якоба, украшали эти колесницы. Только на одну колесницу нужно примерно 21 тонна дерева. И там все эти колесницы делаются без единого гвоздя. Да, нужно только 4 месяца, чтобы их извоять. Потом, когда колесницы разбирают, дров хватает на 9 месяцев непрерывной работы кухни. Это самая большая кухня в мире, которая находится в храме Господа Джаганат. Ежедневно там готовится минимум до 15 тысяч человек во времена праздников до нескольких миллионов. Только 375 плит. И только 300 поваров ежедневно перемешивают, одновременно перемешивают пищу. Она занесена в книгу рекордов Гиннесса, как самая большая кухня в мире. Она занимает один акр во дворе храма. И за счет царской казны строятся все эти колесницы. Дворись, не так много деревьев больших. Можно очень много деревьев. И целая главная задача была царя обеспечить все эти древесины мастеров. И особым образом были украшены хрестницы. Сам царь вышел под медаль перед хрестницей Господа в окружении министров. Это очень смиренная позиция. И Господь читает на него по праву, видит не то, что мы делаем внешнее, а действительно наше сердце. И царь в величайшем смирении считает себя слугой всех этих преданных. Слугой слуг, слуг, слуг Господа. Он подметал перед колесницей Господа Вселенного. Видя смирение подлинное царя, Господь читает, не снова ресурсом даст ему всю свою милость. Когда Господь читает на него по праву стал танцевать, то крестударский вража Господь описывает этот танец как танец разрушения. Сотни байшнавов хотели видеть этот танец. И в Индии, если вы были во время каких-то больших мероприятий, то индус очень бесцеремонный. Даже сейчас, когда осенью будет картика, там очень удивительно. То есть вы не можете зайти в храм, у вас толпа заносит. Там реально вас несут так много людей. Поэтому Господь Нитянандра с другими ближайшими спутниками они взялись за руки и образовали первое кольцо вокруг Господа читания, чтобы Господь читает на него по праву мог танцевать. Другие вайшнавы взялись и устроили второе кольцо. И царь Патабаруду вместе с министрами организовал третье кольцо вокруг Господа читания. Для того, чтобы Господь читания Матрабу мог танцевать для Господа Жиганат. Господь читания Матрабу проявлял высочайшие эмоции в стазе эстетической любви. И он находился на стороне Радхарани, которая везла Господа Кришну с нового льда. Возвращал его из Курукшетры в Абраж. Он возносил удивительнейшие молитвы «На Богу Рахмани давая, Богу Рахмани давая, Богу Рахмани». Он говорил «Я снова встретила Господина моего сердца». Где мы когда-то встречались под деревом Венаси на берегу реки Ревы. И сейчас тот же самый сезон месяца чайка и дует такой же прекрасный ветерок. «А почему? Почему я не испытываю тех эстетических эмоций, которые я испытывал тогда?» На самом деле этот текст перефразировал потом Шала Руба Госпами этот текст. Был из особого произведения, которое описывает, казалось бы, встречу мирских игр героев и героини. На самом деле Руба Госпами потом перефразирует то, что род Харани произносит. Здесь на поле Курукшетры я снова встретила своего возлюбления. Но как я хочу, как я хочу забрать его снова по Вриндавам на берег Емуны под дерево Кадамба, где звучит удивительная красота и флейка Кришта. В таком настроении находился Господь Читаем. Он танцевал, охваченный экстатическими эмоциями. И все преданные вымокли на мгновенное слезы Господь Читаем. Казалось, что с одного глаза ему вырывается Ганга, с другого — ему. Иногда он крутился так быстро, что казалось, он напоминает обруч золотой. Иногда он высоко подскакивал вверх и падал, теряя сознание и камни трескались под его стороны, под его тело. Иногда он замирал и у него вырывалось из сердца джа-джа-джага, джа-джа-джага. Даже имя Джаганатху было произвести. Они были потрясены тем эмоциями, которыми. Господь Читаем однажды подпрыгнул высоко вверх, и он упал прямо на руки Махараджи Пратапарудра. Махараджи Пратапарудра поддержал Господь Читаем, Махараджи Пратапарудра. Поддержал его в своих объятиях. Когда Господь Читаем пришел в сознание, он вдруг шоргнулся и сказал, «Ужас! Какая деградация меня ждет! Меня коснулся материалист!» «Я в нем Махараджи Пратапарудра!» «Твое сердце было просто разбито!» Масарабам подачали, улыбнулся и сказал, «На самом деле, ты получил особую милость самого Господа Читаем. Господь Читаем Махараджи Пратапарудал тебе возможность его обнять». Но чтобы показать пример обычным людям, он таким образом смеет. На самом деле, он очень и очень доволен. И когда Мессий, известный как Балла Ганди, холестится, Читаем Махараджи Пратапарудал. Тысячи людей, обычных, пришли в это место для того, чтобы предложить подарки Господу и подношения Господу Читаем Махараджи Пратапаруду. В этом месте все люди, любые люди могли накормить Господа в себе. Люди принесли из дома все, что они могли принести, все, что они готовили, они предлагали это возлюбленному Господу. Там были тысячи блюд, сотни тысяч блюд. Господь Джаганат принимал любовь своих преданных. А в это время Господь Читаем Махараджи Пратапаруд ушел в сад, который находился рядом. Это сады Джаганат Хабалаби, которые напоминают ему Абриндавани. И Господь Читаем Махараджи Пратапаруд отдыхал под одним из деревьев. Все преданные, которые так же устали от многочасового танца, лежали под деревьями. Махарадж Пратапаруд собрал пыль со стоп всех вайшнавов и вознес им манит. Так же, следуя указаниям своего учителя Сарабама Батачари, он снял царские одежды, одежда обычного вайшнава, отшельника. Он так же получил бодисовение своего учителя. И он ему сказал, что ты должен идти в Господь Читаем Махараджи Пратапаруд. Массируй его стопы, произноси стихи из Гитты Гавинды. Даже не из Гитты Гавинды, а из Гопики. Из песни Гопи. Когда Кришна покинул танец расы, то Гопи стали удивительные признаки экстаза проявлять. Они перед песней Гопи называются. Отваченный разлук из Кришны, они стали произносить стихи о Кришна и обращаться к Господу. И когда Махараджи Пратапарудра склонился к стопам Господь Читаем, стал массировать его стопы, стал произносить эти стихи, произнесенные Гопи, то Господь Читаем Махапаруд. Сделал вид, что он не понимает, кто перед ним находится. Он стал говорить громче, произноси громче, громче. И с прочитанием «Слышав эти стихи» погрузился в глубочайший экстаз. И с убойным, с утроенным энтузиазмом, Махарадж Пратапарудра стал произносить эти тексты. Когда он дошел до стиха «Таваткадхамритам» «Таптадживанам» «Кайбер иди там калмашапахам» «Шраванаман калам шрима тататам» «Кайбер иди там калмашапахам» Это текст, который на самом деле удивительный. В Господь Читании в этом тексте говорится «Таваткадхамритам» «Таптадживанам» «Повествование тебе, не к так повествование тебе» Произно. Копи говорят, обращаясь к Кришне. «Таптадживанам» «Таптадживанам» Это жизнь души, которая страдает в материальном мире. «Кайбер иди там калмашапахам» Любой, кто произносит эти повествования, является лучшим благодетником. Эти повествования уничтожают все грехи. И тот, кто говорит об этих деяниях твоих, является лучшим другом всех живых существ. Высшим благодетником. Кто слушает и повторяет. Господь Читания вдруг вскочил и стал обнимать царя Протопоруду. «Ты мой лучший друг! Ты мой лучший благодетник!» Это удивительные качества благодарного сердца, которые привел Господь Читания. Шелра Донат с вами, ухараш, произнес ответ к нашему фразу. Он сказал, что любой человек, любого человека, который хотя бы на один шаг помог нам стать ближе к христиану. Мы должны считать себя лучшим благодетелем и считать себя и по вечному должнику. И так мы должны думать. И он обнимал царя Протопоруду и говорил, «Ты мой лучший друг, кто ты, ты мой лучший благодетелем, кто дает мне столько нектаров, кто ты?» И послушайте, что ответил на гараж Протопоруду и сказал, «Дорогой Господь, я всего лишь слуга Твоих слуг, слуг, слуг Твоих слуг». Это очень интересно. Протопоруду Патрика говорит, что «высшим совершенством жизни является всего лишь быть слугой слуг, 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 слуг Твоих». Это высшие сокровища. Это единственное отождествление, которое должно быть у нас. Что мы всего лишь слуг, 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 слуг Твоих больше не можем. Все великие отчарьевы и шнавы молились только об этом. Когда Господь Итаниму Хабрабу явил свою милость к Харидасу Токуру во время Маха Прокаши. Он исполнял желание рядом к нам, спросил его, «Что ты хочешь?» «Просил мне любовь и благословение». Господь Итаниму Хабрабу сказал, «Ой, Харидас, Накур сказал, Господь, я хочу, где бы я ни рождался, всегда рождаться всего лишь, всегда рождаться в обществе. Я не хочу рождаться Брамы, хотя он сам является воплощении Брамы, если я делянок, не готов родиться насекомым в доме Твоих предок. Пожалуйста, дай мне благословение, чтобы где бы я ни находился, я всегда получал остатки пищи после Твоих предок. И всегда служил Твоим зло. Когда я с прочтением хрую, то услышь, Твоё сердце, ведь, например, заживало собой, сколько редас. Твоё настроение настолько трогает моё сердце, что Ты будешь всегда рядом с моими самыми дорогими спутниками. И любой человек, который просто вспомнит Тебя и будет произносить Твоё имя, этот человек обретёт в милость с Богом. Это то же самое, о чём молились все спутники Господа, считай, об этом молился Мурали Бухта и все остальные. Именно об этом же молился царь Индродюмна, который был проповедствовать стать демоном. История Бухта, как вы звали этого демона, который с Сындрой сражался, Бритра Сура. Бритра Сура тоже молит об этом. Бритра Сура перед тем, как сражаясь с Индрой, он, в конце концов, произносит удивительный текст, говорит, «Господь, единственное, чего я хочу, единственное моё желание — добыть слугу и слуг, слуг, слуг твоих слуг». И удивительный текст, что Бритра Сура говорит, «До кого я настроение настоящего граждану?» Макараджи Прадабарудра получил самую сокровенную милость Господа Читания, когда он огнул его, Господь Читания Махапарабул, после этих слов. Господь Читания омыл его слезами своей эстетической любви, а он вкладывал, ведясь в объятии Господа Читания. Господь Читания явил ему все свои божественные настроения. Он увидел Кришну, он в голову, да, он увидел Даша Дасиматера Хирани, потому что Господь Читания — это Брата Кришна Махирани. Он наполнил сердце Макараджи Прадабарудрой величайшей эстетической любовью обитателей Брата. Не было более счастливого человека, чем Макараджи Прадабарудра. Он исполнил, Господь Читания Махапарабул, исполнил все сокровеннейшие желания его сердца, просто благодаря его желанию служить преданным. Когда Махарадж Прадабарудра вышел из этого места, то он снова поклонился и собрал пыль со стоп всех преданных, поблагодарил всех Брата Кришна. И все Брата Кришна были бесконечно счастливы за Махараджи Прадабарудрой. Что Барабада пишет «таков вайснам», когда преданный видит, что кто-то получает особую милость Духовному Учителю или Верховному Господу. Если мы видим, что кто-то какие-то особые благословения, особые полномочия получил, особое могущество или особую милость, и мы завидуем этому баштаму, мы лишаемся всех своих хороших качеств. И Кришна отворачивается от нас. Но если мы радуемся, что преданные получили какую-то особую милость, особое благословение, особое полномочие, мы радуемся за ними. Говорится, что вся милость этих баштам также начинает перетекать на нас. Кришна становится бесконечно доволен таким настроением. То есть у вас хочет получить всю милость таких великих душ. Это то настроение, которое нам нужно культивировать. Это удивительные примеры из читания Бхагаваты. И Господь Данима Прабху говорит, пусть каждый, кто стремится поклоняться Кришне, поклоняется и Его дорогим преданным. Бхагаваты. Бхагаваты сразу говорит, если благодаря удаче или множеству благочестивых поступков, совершенных в прошлом, кто-то развивает желание служить Кришне, тогда он должен неустанно служить тем, кто очень дорога Кришне. В результате этого он, несомненно, обретет чистое и правильное служение Кришне. Это итоги всего того, что мы говорили. И в читании Бхагаваты говорится, Верховный Господь пропусколосил в ведах Ишипамат Бхагаваты, поклонение Моим преданным выше поклонениям Мне. Верховный Господь пропусколосил в ведах Ишиповского Союза и Верховного Господа. Своей личности, факты не видны таких примеров в настоящее время. Вайшнавы, которые можно сравнить с Удер-Идандой и с другими дандами. Даже не беря во внимание учеников Шинку-Пады, можно было бы рассказать два-три примера таких же вайшнавов, которые буквально среди нас, в которых нет ни типов, ни званий, но которые подтверждают то, что игры в Госпочитании продолжаются. То, что есть кому даст, 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 даст. Взявительные примеры, то они среди нас. Паптитир Томахараш задолго до своего ухода, что мы в этих играх. На самом деле мы в этих играх. Тигры среди нас. Обычно мы не понимаем, кто находится рядом с нами до тех пор, пока преды не умирают. Один из таких удивительных примеров Данан Камахараш. Мы вместе распространяли книги начальника 90-го. В Якутии, а также в Нижнем Новгороде. И удивительнейшая объясненность. Он очень много натерпелся от меня. Потому что у меня очень-то культурный характер. Я понял. Он терпел меня очень просто. Невозможно даже представить, не для следового, что те первые времена... Он был примером. В Якутии распространяют книги. Личная мерзлота. Дама стоят на своих забросах в очень дальних поселах. Это назывался Усть Майи. Это оправдывал название. Потом Аллах Юнь. Он был удивительным примером. Мы с ним жили в одной комнате. Общаживание было. Гостиница. Такое здание одноэтажное. На сваях. Барак. Комната шесть коек. Один маленький сетчатый обогреватель. На улице. На высовой температуре. Чтобы спать. Нужно было спать под тремя-четырьмя одеялами. Одетым. Мы включали блинку. Чтобы она отапливалась. Все равно было жутко холодно. Каждое утро Анан Думаха был примером. Потому что он находил... Нам нужно было выйти и омыться ледяной водой. Потому что горячей воды не было. Зайти в ледяную душевую комнату. Чтобы набрать ледяной воды. Были для себя сыры. Там пангура. Я не тело. И он был примером для меня. Каждое утро. Тхоти мы вешали внутри. Просто на какие-то там стены. И оно наполовину было сырым. Потому что оно не успевало. Утром Анан Думаха надевал ледяной тхоти. Которое еще холодным было. Потому что... Я тоже глядь на нее вмахал руку. Ну ладно. И то, что он все надевал. Потом оборбевали все службы. И однажды у нас собрался... Мы записывали людей на комплекты книг. По предприятиям. Какие там предприятия. Малюсенькие предприятия. Которые снабжали продуктами. Маленькая нефтяная база. Ну такое, знаете, мини-предприятие. Нас набрали по 20-25 комплектов. По цаписи. Нам бы не давали. Собирали там эти платежки. И убегали, чтобы никто книги не вернул. Думал, за мной это напеет. Тут в субботу и воскресенье. Анан Дамахан говорит. Не работает предприятие. Надо все равно проповедовать. Я слышал, что тут рядом Якутское село находится. Поедем туда. Я говорю, где рядом? Он говорит, пять километров по Алдану. Алдан, это река, знаете. Там большие глыбы льда лежат. Я говорю, ты что, мы на своих руках потащим это куда-то. Он говорит, ничего, снимем моторную лодку. Может нас кто-то подкинет. Я говорю, то в своем у меня, если нас не заберут назад. Может там замерзнем, значит. Вечная мерзлота везде. Карликовые березки. А если что-то случится, где мы там ходим? Как насевать? Он был очень решительный настрой. У меня практичный ум сразу включился. А как? А вдруг это село еще непонятно, сколько там километров от этого Алдана. Мы с зубами возьмем эти комплекты и по болотам, знаете, там, повесь на мерзлоте. Попремся в этот поселок назад. Как-то свое умение. Но у него было столько состраданий, что он был решительный настрой. Когда мы спали с ним в этой комнате, ночь он вскакивал и кричал, «Женщина, купите книгу!» Я говорю, Антон такой, а что с тобой? А? И падал опять. То есть он во сне даже книги продолжал об этом стране. Он вышел, мы там снимали какой-то там запорожец, где тут какие-то местные жители куда-то подвозили. И он вылез на берегу Алдана и договаривался с каким-то рыбаком. Пришел и сказал, «А я поеду!» Все равно. Я говорю, ну ладно. Если мы в беде, то мы по крайней мере вместе в беде, ладно. Поедем. Мы сажаемся на эту лодку-моторку. И плывем по Алдану. Пять километров снег идет. В этой лодке этот человек поехал там какие-то сети снимать. Договорились, что он нас заберет, когда будет возвращаться там вечером. Слава Богу, что село было рядом. Там такие хижины стоят. Перед входом приколочены крылья всяких птичек. Ну там якуты живут. Такие ребята с косыми глазами, которые по-русски просто не разговаривали. Так иначе мы договорились с одним из них, чтобы посторожить наши книжки. Там мы подали ему за пару книг до упада. Сами комплекты в зубы и по домам. Эти распространили кучи. Там распространилось. Четыре с половиной. Просто по квартирам. Эти брали. Они толком-то русского не знали. Там огромное количество коров оказывается. Столько, сколько даже всех их нет. Даже самой такой бедной семьи есть корова. То есть там они оказывается старовало умудряют вырастить. Даже картошку они не сажают. На полметра там отмерзает земля. Так люди живут в Якутии. Но даже оказывается потом, после всех этих эпопей, там на Махате организовались. Видели вегетрианство. Вегетрианцы даже стали. Даже сейчас уже там инициированы предные. Якутии. Так или иначе, когда мы там возвращались назад. Глотка нас забрала. Мотор заглох. Приезжал другой человек. Другой мотор на лодке. Эй, забери их. Пересели на другую лодку. Поплыли летать. Со временем догнал нас первый. Обогнал, ушел. Теперь наша лодка. Раз, и встала. Что делать? Мы приклеили к берегу. Встали. Что-то возится с мотором, не заводится. Уже стал усмиркаться. Холд. Холд собачий. Очень холодный. И вообще, а у него ни фонарика, ничего. Мотор не заводит. Волки воют, шакалы, не знаю кто там воится. Мы на берегу Алдана. Мы на берегу Алдана. Карликовой березки. Я думаю, ну все. Мы приплыли. Придется ночевать. Как-то здесь. Доживем ли мы до утра. Замерзнуть. Просто у нас ничего с собой нет. Это не для зимовки. В лесу. Вместо нас не сожрут какие-нибудь хищники еще тут. Потому что там достаточно для каких-то животных. Они не вегетарианцы, как мы. И вдруг посреди ночи мы просто ходим по мату. Повторяем. Лично делай, что хочешь. Вдруг посреди ночи там. Мотор завелся. Как он его завел? В промышленности она тебе вообще не понятно. Так или иначе мы доплыли. Но опять мы не знаем. Там село большое, раскиданное. Мы не знаем, как нам назад добираться. И стоит какой-то домик такой двухэтажный. И там такой, знаете, москвич убитый в хлам. Такая развалюха. И Анна Атамахан говорит, сейчас я договорюсь. Залетает в этот дом. И через несколько минут выпекает мужик в трусах. Жуя бутербродс какой-то по ходу. Ребята, да вы такие. Сейчас я вас довезу. Я говорю, Анна Атамахан, да что я ему сказал? Сказал, у нас миссия. Мы монархи, нам спасаем. С людей. Он так зажахтил этого человека. То есть за стола его выдернул. И вот он звез там через весь поселок. Привез назад, подарили мне несколько книг. Мы были очень счастливы. Я говорю, что у нас была просто удивительная пропагина. Мы с ним продолжали потом распространять книги уже на большой земле, когда вернулись туда. У нас была группа. Мы жили в очень эскетичных условиях. Была маленькая клетушка. Там, где было все две кровати. Получастный дом. В заложье. Вот третий клейдный наш повар, который спал между этими двумя кроватками на земле. Омываться нам приходило даже зимой на улице. При минус двадцати. Такими волевальные ведро воды бежали назад. И в школу тогда у нас машины не было. В ходу для каких-то хрисовых книг. Зимой по заводам. Когда мы возвращались назад. И Анангумахам просто по примерам. Аскез. Потом, когда я уехал из Нижнего Новгорода. Практически развалился промачали Аши на девяносто девятом. Была очень тяжелая ситуация. Он единственный, кто остался распространять книги. Были жуткие условия. Руководство Аши вообще не заботилось никак о Брахмачае. Он каждый день, как бы тяжело ни было, ходил и распространял книги. Стал учеником Капалка Раскасая Махаряжа. Получил именинсацию. Он был учеником Харикеши. И его постоянно били. Я не знаю, почему он у него такая карма. Он постоянно какие-то странные люди к нему приставали. Он был просто воплощением жмирения. К нему приставали постоянно какие-то странные люди. Какие-то батюшки. Какие-то сумасшедшие. И несмотря ни на что, он продолжал все равно ходить и распространять. Я не знаю, почему они к нему лепли все время. И он доставался постоянно, привел с седняками. Часто. Потом, может быть, полдемоном, чтобы к нему его победить. Потому что он был воплощением доброту и спереди. И однажды к нему пришел Господь читанием. Сказал, я тебя скорость заберу. Был другой войснан, в котором я с ним распространял. Любимый тоже ваш. И когда он узнал, он сказал, я тоже хочу уйти вместе с тобой. Он сказал, хорошо. Готовься. Давай. Я не знал об этом всем. Так получилось, что буквально за две недели до его ухода я приехал в Нижний оборот. И он организовал мой семинар. Я был потрясен, с какой любовью преданы все делали просто ради него. А на имя Маден Махана. Маден Махана просто вызывал именно глубь по душе. И огромное желание что-то сделать. И мы ездили к каким-то приятным. Он был рядом со мной. Мы общались. Я был потрясен. Он был потрясен. И проездный высказал. В конце, когда я его взял, он сказал, шажешь на мне. Я хочу тебе, чтобы туда ездить. На память. Я сказал ему ничего. Спасибо, Венечка. У меня все есть. Мне ничего не нужно. Давай тебе, может быть, супер телефон подай. Еще что-нибудь на память. А так это я. Я не взял ничего. Видно, что он вращается. Я не понимал, что происходит. И буквально через несколько дней, как гром ясного неба разнесся информацией, что начался марафон, чтобы упали. А на первый день они ехали. Они поехали распространять их в небе. И машина на полном ходу. Презалась. И трое человек сразу погибло. Ана-Нага Мохаммад, Ягия. И Минат Ягия попросил. Вместе с ним. То же самое. Еще один день. Такой воистан. Какое-то состояние кока. И это был удар. Шок. И все остальное. Дальше. Это, конечно, развило сердца всех воистантов. Потому что они его очень сильно любили. И я сам не мог прийти в себя несколько дней. И я не верил в себя. И это удивительно листости. И то же самое о Индаре у кого-то. Все дняшние шоу пропали. Его уход. Такой фурор вызвал. Какой-то воистана. Что даже уход иногда. Гуру. Как не шокировал всех. А шокировал. Просто шок. Оказалось бы, он не сама вообще не видит. Тоже на стене. Но, как и сказал один воистантов, он никогда не был таким. Он был благодарен Иисус Твоему. Просто его просто присутствие там. Пример этого. Беззаветного предания. Жертвы. При премности с моим городом. Просто там. Чего больше. Но он не был. Открепительно. И с него все лаги были. И так получилось, что я попал тоже буквально на Индаркет. За месяц его уход. И как бы у меня не было с ним близких отношений, просто виделись так сильно. Какой-то невербальный народ. Когда я пришел на его кертон, он прям посмотрел на меня. И было видно, что он очень рад. Он показал, что он очень рад. Что он меня видел. И мне это потрясло. Я сел и стал спеть кертон. И как он через месяц его не стал. Нашел. Интересно, что преданная принесла записи. В которой он говорит, что... Он прощался с ним. Он сказал, что... Он говорил, что дело после его ухода. Кто продолжит кертон. Кто будет поклоняться его божествам. Он что-то говорил. Это книга, которая вышла. Так, и которую он долго не издавал. Потом все-таки ее издал. Там было предисловие написано. Тогда эта книга будет. У меня уже не будет в этом мире. Она выслал буквально через неделю. После того, как кинолога пишет. Многие вещи он предсказывал. Он знал, что он рассказал людям. Поэтому... Все очень яйцо. В любой момент может так произойти, что те предны, которые находятся рядом с нами, может не стать. Но... Поэтому нам нужно ценить всех преднов, которые находятся рядом с нами. Все равно очень яйцо. Спасибо. Но очень долго рассказывать о том, что киндредных просторах был очень много. Недавно оставила тело моя духовная сестра, когда не была за 70 лет. Например, она сыграла колоссальную органность в жизни. Потому что... Потому что... Я не познакомился в 15-м году, где-то в 2002-м году. И... И... Она была... Она была инициирована ученицей, когда был предсказанным гаражем. Но она... Всем своим сердцем, мне сказать... Была преданным родоматным гаражем. У нее была такая связь. Она знала, где он находится, в какой части мира и что с ним происходит. Среди ночи она могла встать, нажать компьютер. В это время он читал лекцию где-то в другой стране мира, где-то там... Где-то в Южной Африке или где-то в Австралии. И она... На трансляцию прямо попадала. Это была у себя. У меня была такая связь. Многие-то с каждой души. То есть, никто из учеников не знал, где он и что он, а она знала. Не зная английского. Она находила всю эту информацию в интернете. Она много раз... Она много раз была в Чаупате, без копейки Диме. Пенсионер, причем так устраивал, что он попадал в Чаупате. Она меня вытаскивала туда. Она была полностью больным человеком. Даже не представляете, какие страдания она испытывала. А у нее было 12 операций. И она никогда не жаловалась. Никогда. Она терпела огромные страдания, подобщала на физическое тело. И при этом она продолжала молиться и служить. Я увидел человека, который в внешней точке зрения, у нее своя сада была. Она всю ночь могла не спать из-за боли. Но она постоянно была в молитве, в благодарном настроении. Она всегда благодарила Кришну за все. Она услышала от своего Бурмадхаража, что любовь рождается только в благодарном сердце. Мы должны благодарить Вашнау за все. Она всегда благодарила. Благодарила Кришну за то, что он позволил бы их попасть в Оргендау. Благодарила всех пленных, которые хоть что-то сделали для нее в духовной жизни. Благодарила своего духовного учитель, всекших шагулами. У нее всякая маленькая комнатка была полностью обувешана изображением духовного учителя. У нее был Гирираж, которым она поклонялась. Она молилась с день и ночи за духовного учителя. Я впервые увидел живой пример человека, находящегося в постоянной молитве. Много лет она не могла внешне служить. Ее служение стало в том, что она сопереживала. Когда уходил бакдитирка Махараджи, то она просто... Вы даже не представляете, какой молитве она у нее приходит. У нее уникальная какая-то миссия была. Миссия сопереживать. Несколько... Однажды она мне рассказала по секрету, что она... Бакдитирка Махараджи... Боли самые большие боли... Она... Мишла к своей Божеством, она стала кричать и плавать. Пожалуйста, дай мне часть этой боли. И трое суток она покаталась... Она была благодарна за это. Даже после его ухода... Бакдитирка Махараджи, по-моему, пришел ко мне и сказал... Я очень хочу... Чего-то острого. Острого и помидоров. Она говорит... Я вообще в жизни не ел никогда помидоров. Но тут я... Высыпал в пачку красного перца. Какой-то там... Помидоры, которые там у меня были. Для меня с моим желудком... У меня на желудок было куча операций. Она съела все это. Такое огненное, от которого, говорит... В обычном состоянии, обсознание потеряло. И у нее все это перевалилось. То же самое было, когда был уход Швейдарма Махараджи. Она так же просила Кришну часть его боли предать ей. Я ничего не могу, но хотя бы это я могу. Как послужение для нас. Она знала, как они себя чувствуют. Какой день. Вся эти целисты, которые ходили. Молитвы постоянно за мной. За гору Махараджи. За гору Махараджи. Это молитва день и ночь. Молитва за них, об их здоровье. Просто приседал им все сопереживания. Даже Бадаги с вами запретили проповедовать в России. Заграничили его поездки несколько недель. Пришел такой кризис. Даже не представляете, какая боль была уже по такому краю. До этого встречало так много людей. И провожать его после этого. Произошел мы вместе. Провожать его пришли всего лишь несколько человек. И было видно, какой боль у него в глаза была. И она там прибежала туда. Она играла все, чтобы показать. Она просто хотела отдавать свою любовь. Потому что даже гуру они нуждаются в этом самом деле. Безусловно и скоростно. Мы иногда видим гуру, мы хотим погреться в лучах любви. В лучах славы. Но мало кто сам хочет отдавать. Бескорыстно отдавать любовь гуру. Не желая ей ничего взамен. И она находилась в таком настроении. И махараджа это все было. Это было ее служение. Просто отдавать свою материнскую любовь. И Джабадека с вами... Невозможно даже описать. Она описала какие отношения тогда. Насколько мы гаража открывались. Наконец-то они видели каких-то редких людей, кто бы хотел просто отдавать. И не только видеть их, хотел только брать. Это очень сильно. И она заболела раком. В 20,5 года у нее была битва. Она... У нее... Вывели бищевод. У нее был такой приемник, который принимал. И всю пищу. Каждые три часа ей нужно было менять. Невязки и муки. И она все это терпела. И там не шло. И продолжала молиться для всех. Последние полгода я постоянно не звонил. Последние полгода... Она просто молилась к Кресту. Позволил мне уйти. Не потому что хочу. Но... Я... Я... Я готова страдать. Но... Из-за мои грехи. Но... Я не хочу до тебя вузы. Я... Своей... Своей дочери и своего внука. Который заботится обо мне. Потому что тяжело. Кришна... Она молилась Кришна. Пожалуйста, позволь мне оставить тело не где-то в больнице, а в сознании, на своих ногах. Никому это не мешать. Она не могла практически ничего есть. Не могла спать по ночам. Не помогали уже безболивающим. Кришна так успелась в тот самый последний день, когда она потом вознесла несколько тренов. И... Видев, что она умирает, она стала петь за свою дочь. Он так и поддерживал ее. На все эти буквы. Все это время. Она стала петь Харик Христо Мантру. Отключать ей на ухо. Течетками в руках. И слышать Святые Имена. Оставила это тело. Поверим, что она что-то поднимешь. Удивительный пример, когда она видела, что в своей сна у нее какая-то несправедливость. Она превесел. Это хрупкая женщина превеселся в Уилья Буа. Ей было все равно на всех, что происходило в Уилья Буа. Да. Она практически не могла ходить. Ей было очень плохо. Дужно себя и очень плохо чувствовали здоровье. На фестивале, который был... Южный фестиваль. Так иначе там в 11 фестивале там дожди били. Все было сыро. Им хоражен, чтобы дожнуться назад к себе. И даже просто зайти в пандал с обратной стороны. Там сцена. Но он был по грязюке. Карабкаться на холл. Представляете? По грязюке размытой дождем. Четыре дня дождя. Знаете, что это такое? И она там всех на уши подняла. Когда она заводилась, когда она несет, там ехал просто каток. Я говорю, вы что, у вас совесть вообще есть? Вы что, не можете там доски какие-то кинуть? Что-нибудь. Она так там всех завела, всех так строила, просто построила по стройке сфер на всех организаторов. И было все равно, кто, что, как. Такими там словами. Уже на следующей неделе были из дерева сделаны все ступеньки. Все было нормально. Оказывается, все это можно было делать. Понимаете? Ну, просто же пледный некоторый ваутер. Правильно? То есть, то кого пригласили, почетный гость, там, месяц грязь, там, каравкается, там, падая, подскальзываясь на этом все, там, там, лезут на пол и терпят это все. Знаете? Идут с мокрыми ногами, там, промокрые все. там, 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 простывают. А когда она такие висит, там, она забывала все. Это ее дети. Ради себя она готова была терпеть все, что угодно. Веселять в Манжар, два съезда. Но ради других она просто проголосила со мной. Очень здорово. Именно у нее я научился так давно. Она был в отношении к городу. Она жива к городу, дышала к городу. Постольную просьбу она попросила, по своему роду, что дадите мне, что мне нравится. Скажи, пододари, за все то, что ты получил. Это не так. Ну я просто так. Что я без меня, не признательно, я вечно буду в плачь. Я это целый шуток. Облако, потому что, что я внести. Просто все надо с вами, если не перебить. Буду постоянно молиться. Я так оставmani. Все надо с ним сорвать, мне с вами так. И так надо с вами внести. что я не делал. Я-то это и внести. Преставни с вами все. Я-да. Это и внести. Продолжение следует...